Съемка ведется в поместье Михаила и Александра Шумакова. Хочу сказать, что поместье многопрофильное. Клубника, малина, капуста. И вот одно из направлений это фундуковый сад. Вот на заднем плане ходит Александр Колесников. Пока он не видит и не слышит, я его сниму. И вот видите, роща перед нами. Эта роща высажена около 30 лет тому назад сеянцами. То есть отбирался самый крупный фундук, высаживался в грунт и затем пересаживался на постоянное место. И вот по прошествии 30 лет, видим мы, урожай более чем скромный. По словам хозяина поместья, на 10-й год стали первые орешки. Совершенно мизерный урожай. Ни фактурой, ни урожайностью и близко они не напоминали исходный посадочный материал сорта трапезун. Хочу сказать, что трапезун, несмотря на некоторые упоминания, даже в серьезной литературе, что это якобы сорт турецкой селекции, ничего подобного. Это сорта бариген. Вот недалеко отсюда находится гора. По-гречески она называлась Трапезунт. Греки это насельники Крыма, будем говорить, исконные. Более 25 веков они жили в Крыму. И вот все названия первоначальнее были греческие. Трапезунт это стол гора, столовая гора. И вот в районе этой горы, в бассейне речушек, небольших балочек, на высоте до 600 метров над уровнем моря. И был найден этот орех, введен греками в народно-хозяйственный оборот. Будем так говорить. И вот я вам для примера хочу показать двухлетний красавчик такой. Посмотрите, урожай на нем. Урожай, безусловно, надо будет убрать. Не стоит мучить эти деревья маленькие. И вот сама перспектива плантации. Немного здесь деревьев, но будем мы говорить сегодня несколько о другом. Неоднократно в своих видео призываю я и говорю о том, что покупая неизвестно где и неизвестно какой материал, вот вы можете столкнуться вот с таким вот. Никакого урожая здесь не видно. И сколько бы я ни говорил и не призывал об этом в своем видео, скромные очень количество просмотров, из лайков много стоят. А между тем, совершенно глупейшее видео. Там сотни тысяч просмотров, лайки. В общем, какое-то безумие творится. Вот здесь вот эти результаты, что вы получите. То есть, выкорчевать это деревья только на дрова. Собственно, Александр так и говорит, хозяин этой плантации, используем в качестве дров. Вот это огромный сад, смотрите. А если бы это было посажено 30 лет тому назад нормальным сортовым материалом, то, конечно, была бы совсем другая картина, не такая неприглядная. Ну вот, смотрите, что это. Какие-то уродцы растут. Хотел я еще затронуть вот тему такую. Ну, человек сам по себе создание пытливое. Все время ему хочется что-то изобрести новое. И очень от этого зуда изобретательства пострадало виноградарство. Тысячи новых сортов изобретенные винограда. Там эта пресловутая тройка, богатяновский. Огромные деньги вначале за эти неведомые сорта были. Да их сортами трудно назвать. И, в общем, оказалось, что очень болезненные эти лозы. Требуют большого количества химобработок, что крайне нежелательно. В общем, как говорил один мой знакомый, вышел из этого пшик. Ну, и тема эта, в общем-то, я считаю, уже закрыта. Народ понял, что к чему. А вот в фундуководстве появляются различные изобретатели. Начинают там какие-то гибриды, какие-то якобы много орешков в одной плюске. Вот это все надо развивать. Я согласен, что экспериментировать надо. Но не надо это возводить в ранг, как говорится, уже законченного дела. Надо 10-15 лет посмотреть, какая урожайность, периодичность плодоношения, устойчивость к болезням, к уредителям. То есть, своего рода сделать госиспытание. Никто это не делает. Раньше это, конечно, все делалось, но сейчас вот такие кулибины с единственной целью ободраться. Фундук-трапезунт относительно недавно был введен в госреестр сортов. Ну и опять же, те, кто его вводил, они имеют слабое представление о настоящем фундуке. Трапезунта всего насчитывается 5 клонов. Один из них фурфулак пресловутый, в существование которого Александр Колесников не верит. Но придется ее повести. Мы снимем видео на эту тему. А я вот так убежден, что есть этот сорт. Так же, как убежден в том, что земля плоская и стоит на трех китах. Существуют клоны южнобережные, которые не так устойчивы к морозам. Вот здесь климат континентальный. Где-то 600 метров, 500 метров над уровнем моря. Снежные зимы, суровые. Ветра дуют. В общем, он адаптировался к этим условиям и неплохо себя чувствует. Вы это видели. Вот на второй год практически весь он стоит с урожаем. Есть клоны, которые, именно клоны трапезунта, которые дают 50% пустых орешков. Поэтому будьте очень внимательны. Не ведитесь вот на эти рекламы. Людей стоят в глазах мертвых президентов. Кроме наживы, ничего их не интересует. А я добиваюсь, стараюсь и говорю, что на каждом участке должно быть минимум две сотки хорошего, нормального фундука или сортовой лещины. с тем, чтобы обеспечить себя и свою семью высококачественным продуктом, а в суровые годы не дай случиться и дровами. Вот Александр выходит из леса, из фундукового, куда-то он целенаправленно идет. Пожелаем ему и всем вам здоровья и всяческих успехов. фундуководцы. Всего вам хорошего.